На портал Экзегет поступил вопрос, что такое Проскомидия? Проскомидия, с греческого переводящаяся как «приношение», обозначает одну из частей православной литургии, а именно подготовительную ее часть. Если мы делим условно саму литургию на две основных части, это литургия слова или литургия оглашенных и литургия верных, то Проскомидия является предваряющей частью, располагающейся, как правило, по времени перед литургией слова, литургии оглашенных. В практике это чинопоследование, как правило, совершается во время чтения часов, однако бывают и исключительные варианты. В рамках него совершается приготовление хлеба и вина для их участия в таинстве Евхаристии. Хлеб и вино полагаются на жертвеннике. Хлеб приготовляется из нескольких просфор, из одной из них будет изъята прямоугольная часть, которая, собственно, будет называться агничной частью или просто агнцем. Собственно, ей и будут причащаться как клирики, так и миряне. В чашу будет налито виноградное вино. В абсолютном большинстве православных церквей это красное виноградное вино. Однако также из этого правила существуют исключения, которые присутствуют в некоторых традициях поместных церквей. Ну, например, в румынской православной церкви это может быть в том числе и вино белое. Детали, связанные с количеством просфор или типами вина, безусловно, претерпевали изменения со временем. Более того, сам по себе чин проскомидии тоже имеет долгую историю развития. Изначально никакого особенного приготовления перед началом литургии хлеба и вина не осуществлялось. Сами пришедшие на богослужение, сами миряне, сами верные, приносили с собою хлеб и вино и оставляли это все в специально отведенном пространстве, которое, собственно, даже не сообщалось с алтарем. В рамках него впоследствии во время богослужения выходили, например, процессии диаконов, осуществляли выбор из принесенного, то есть, например, вот из всех этих хлебов лучшим нам кажется этот. Из вот всего принесенного вина наиболее качественным является вот такое. Собственно, полагали все это на соответствующие сосуды, в потир наливалось вино, на диск сполагался хлеб и вносили все это в алтарь. Собственно, следом такого рода действия до сих пор является великий вход в рамках литургии, когда мы видим, как теперь уже на жертвеннике приготовленные хлеб и вино вносятся царскими вратами к престолу и, собственно, на него и полагаются. С течением же времени проскомедия начала обрастать дополнительными смыслами и формами. Так, например, в современной практике Русской Православной Церкви количество просфор, необходимых для совершения литургии, равно пяти. Это, собственно, агничная просфора, из которой у нас изымается, повторяюсь, центральная часть, которой будут причащаться клирики и миряне. Ее боковые части, которые отрезаются во время приготовления агнца, получают название антидор, или, собственно, вместо дара, и, как правило, потом раздаются верным по окончании литургии. Далее у нас присутствуют просфора в честь Пресвятой Богородицы, из нее будет изъята одна единственная частица, и с упоминанием имени Преснодевы Марии будет возложена рядом с агнцем. С другой стороны, из третьей просфоры у нас будут изъяты девять частиц воспоминания девяти чинов или девяти типов святости. Мы будем вспоминать поименно Иоанна Предтечу, пророков, апостолов, иерархов, мучеников, преподобных, бессребренников и того святителя, чью литургию мы сегодня совершаем. То есть мы будем вспоминать либо Иоанна Златоуста, либо Василия Великого. Две оставшиеся просфоры используются для поминовения живых и усопших. При этом, конечно, еще раз обращаю ваше внимание на то, что такие детали, как, например, количество просфор для совершения Евхаристии, безусловно вариативны. Например, в большинстве церквей греческой традиции используется единая просфора, из центра которой изымается агнец, из боковых частей, собственно, все остальные части, необходимые для такого рода поминовения. В старообрядческой традиции таких просфор семь. То есть на самом деле перед нами достаточно широкий объем возможностей развития подобного рода традиций. Что обозначает расстановка этих частей на дискосе? С течением времени она начала осмысливаться, начала интерпретироваться, как определенного рода такая простая реализация на конкретном примере в рамках богослужения тайны церкви. Центральная вот эта крупная часть просфоры, которая получает номинование агнец и которая символизирует собой Христа, а впоследствии в рамках литургии объективно станет телом Христовым, поставляется в центре. Все остальные, будь то частицы связанные с Богородицей, со всеми святыми, а что самое главное, в том числе со всеми теми, кого мы поминаем в рамках проскомедии, вынимая частицы в память о живых или о усопших, располагаются вокруг вот этой частицы, которая знаменует собой присутствие Христа. То есть таким образом мы очень просто и наглядно наблюдаем на вот этом богослужебном дискосе тайну церкви, реализуемую в единстве, когда вокруг Христа предстоит все человечество. Пусть это не более чем образ, но идея в нем реализована именно такого уровня. И завершая, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что изначально проскомедия является приношением от верных того, что станет дарами в рамках литургии, приношением хлеба и вина. В некотором смысле мы сохраняем эту традицию на данном этапе, когда и пишем наши с вами записки. Теперь мы не приносим хлеб, не приносим вино, масло или ладан, например, но жертвуя некую часть средств мы на самом деле поддерживаем именно это совершение литургии. Именно благодаря нашему соучастию мы имеем возможность к тому, чтобы это таинство, собрание таинства верных в конечном итоге нашими общими усилиями и общей молитвой было совершено. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.